Только мы умеем зарабатывать на процессе создания фильма. У вас все традиционное. Факты, да? Это устарелые и скучные. Нетрадиционная финансовая ориентация. Как бы... Вы отсталый человек просто. Это старая мораль. Я бы с вами не согласился. Слушай, бро. Зачем? Ты меня запутал. Это моя работа. Нет. За идею. Нет. Были мотивы. Хорошее, нормальное говно. Надо не случиться. Тогда правду мы не слышим никогда. Всем вовремя. Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим про красоту и пользу российского кино и покажем тем, кто немного не понимает всей пользы этого прекрасного процесса, в чем они немножечко заблуждаются. Плохо мне надёжно. Сергей, надеюсь, ты мне в этом поможешь. Я постараюсь. Начнём. С начала 2017 года лично у меня появилось два кумира. Константин Эрнст и Анатолий Максимов. Спасибо вам. Спасибо вам. Если бы мы не читали комментарии, нам было наплевать. Мы точно бы сейчас здесь с вами не сидели. Длинно, коротко, весело, скучно. Одно из мнений. Мы благодарны за любое мнение высказанное. Я мзду не беру. Мне за державу обидно. Это, как известно, создатели фильма «Викинг». Кроме всего прочего, да? Кроме всего прочего, который вышел в начале года. Ну, то, что он собрал ругательные отзывы зрителей, я считаю, что это недостаточная культурная осведомлённость нашего народа. В общем, фильм в целом очень плохой, почти во всех своих составляющих. Это грязный, бездарный недоаттракцион, недоисторический тухлый помой, который невозможно смотреть и получать удовольствие. Эмоция после фильма одна – негодование. Василий Лановой несколько дней назад ввёл такой термин «нетрадиционная финансовая ориентация». Смотрите, чудесный фильм «Викинг». Значит, те граждане, которые не до конца поняли его красоту, у них хватило ума обратиться в суд, представляете? То есть люди обратились в суд. Задел чьи-то чувства? Да, задел чьи-то чувства, защита моральных каких-то прав, там вот эти все судебные статьи, не будем в них копаться. И как вы думаете, к кому они обратились? Продукт Первого канала, продукт Ассоциация продюсеров. Что же их ждало в суде? Жесточайшее разочарование, скажу я вам, Сергей. Потому что в суде им доказали, что ни Первый канал, ни Ассоциация продюсеров не являются ни создателями, ни правообладателями фильма «Викинг». Ну это же правильно. Ну да. Так же делают умные люди. Они доказали своим местоположением под солнцем, что они умнее нас в разы. Безусловно. Поэтому создателями и правообладателями фильма «Викинг» является неизвестная доселе организация «ЗАО Викинг Продакшн». Говори, начальника! Сидящие на улице Степана Шутова. И «ЗАО Дирекция кино». Говори, начальника! Вот с «Викинг Продакшн» очень интересно. Директором ее является какое-то совершенно неизвестное физическое лицо. Даже не помню его имени и фамилии. Сейчас это даже не важно. А когда наивные граждане в ходе судебных процедур пытались отправить телеграмму всем участникам процесса, то до всех участников процесса телеграммы дошли, а у «ЗАО Викинг Продакшн» оказался очень интересный юридический адрес. Знаете, какой? В виде почтового ящика на жилом доме. По этому принципу и собирали. Бюджет фильма «Викинг», как написано в газете «Ведомости» от 16-го года декабря, составляет 1,25 миллиарда рублей. Соответственно, как написано в той же газете «Ведомости», половина этой суммы была получена от фонда кино. То есть 600 миллионов была получена от фонда кино. Часть из них на безвозвратной основе. Ой, что делается? А в каких случаях, я просто не в курсе, выдают такие безвозвратные деньги? Ну, это я не знаю. И безотчетные? Безвозвратные. То есть возвращать не обязан. Потому что одним из ответчиков все-таки остался такая организация, которая называется «Дирекция кино», «ЗАО Дирекция кино», тоже один из создателей и правообладателей фильма «Викинг». И ее директором является вот как раз Анатолий Вадимович Максимов. Он не прячется. Он директор «ЗАО Дирекции кино». Он честен и открыт перед нами. Так. И он настолько не прячется, что он является членом экспертного совета фонда кино. То есть, как вы думаете, Сергей, чем занимается экспертный совет фонда кино? Ну, судя по тому, что я недавно совсем узнал, они, наверное, определяют, кому выдавать. Они определяют, какой проект достоин финансирования, а какой не достоин. И если мы протянем на нашем невысоком умственном уровне некую логическую цепочку, то мы понимаем, что член экспертного совета фонда кино Анатолий Вадимович Максимов возможно проголосовал за выделение неких денежных средств на проект «Викинг», продюсером которого, а потом и правообладателем тоже являются организацией под руководством Анатолия Вадимовича Максимова. Ну, нормально, он выдал деньги сам себе. Куда тридцатку делай? Он сделал совершенно гениально, поэтому он сидит в экспертном совете фонда кино, так же, как и господин Бондарчук, господин Файзиев, господин Давлитьяров. То есть, все последние, в общем-то, проекты, которые у нас снимались в России. Для вас свеженький товарчик, а для нас солидный наварчик. А что тут, это очень удобно же сидеть, когда производитель сам же является экспертной комиссией, зато, как говорится, меньше вопросов. То есть, он считает, мой продукт хороший, зачем, в общем-то, неужели я, мазохист, буду ругать свой собственный продукт? Я тут уже давно, я всех знаю, продукты у меня хорошие, кому еще давать? Нет, если начать выдавать, как говорится, молодым талантливым режиссерам, здесь можно промахнуться, а здесь стопудово я же за себя все знаю. Я признанный лидер на этом поприще, потому что мои работы успешны, поддерживаются правительством. Это нормально, это логически. То есть, мы живем в такой стране, где это как раз является логически. А то, что какие-то там идиоты подают в суд, так это их проблема. Ну, это же вопрос, опять же, какую группу листы вообще аудиторию заделили. Да, плевать на них вообще. А судьи кто? Вы тоже понятие, но... Я про судьи ничего такого не говорил. Говорили, говорили. Я хочу расширить нашу тему, добавить туда очередных талантливых умных людей и задать вам вопрос, Сергей. Знаете ли вы, что такое УНФ? В моем доме не выражаться. Мы, конечно, знаем. Что? Это удостоверение национального фильма. А для каких целей нужно это УНФ кинематографистам? Ну, как таких. Это некое признание государством ценности данного продукта. То есть, это наверняка связано... Я просто детали не знаю, но это связано с какими-либо льготами, наверное. Я вам дополню. УНФ освобождает от уплаты НДС. То есть, три буквы освобождает от трех букв. От других трех букв. Прекрасная формула. Например, Матильда. Тоже известный нашумящий фильм. Матильда. Ну, как нашумящий. Он получил удостоверение национального фильма. Соответственно, фильм Матильда, освобожден от уплаты НДС. Это... Я... Ну, тогда, извините, я вас перебил. Ну, сотни миллионов рублей просто хотел сказать. И все. Потому что там совершенно потрясающая история со сценарием. Смотрите. В удостоверении национального фильма указан сценарист, первый сценарист этого фильма, Андрей Геласимов. Запомните эту фамилию. Геласимов. Это называется... Плохо выговариваемая буква L. Артистка не говорила R. Не говорила L. Это называется, да. Значит, это сценарий, под который был получен этот... Зря, в общем, и так. Может, у этой исторички очень важная фамилия Геласимов. Нет, он вообще очень в топе писатель и хороший известный писатель. Под его сценарий получен вот этот вот освобождение от НДС. Грубо говоря. Далее. Знаменитый депутат Поклонская пишет запрос Мединскому. И получает от него ответ, что сценаристами фильма «Матильда» являются А. Геласимов и А. Терехов. То есть, два сценариста у фильма «Матильда» за подписью Мединского. Приходит ей такой ответ. На следующий день Геласимов опровергает это утверждение и говорит, что он рад бы написать совместный сценарий с Тереховым, но он с ним даже не знаком. И, по-моему, не виделся даже в совместной компании. Так что версия о том, что есть какой-то совместный сценарий, умирает. Ой, что делается? Совместного сценария нет. Сам режиссер в своем интервью, совершенно не скрываясь, говорит, что он прочитал сценарий Геласимова, тот его по каким-то параметрам не устроил, и он пригласил другого сценариста Терехова, который написал совершенно-совершенно другой сценарий. Ну, как ваш дядя из Душанде? Дядя? Плох. Так. В прошлый раз была тетя из Молдавии. Двоюрная сестра. И прокатное удостоверение киногруппа получила на сценарий Терехова. То есть в прокатном удостоверении фильма стоит сценарист и, соответственно, сценарий о Терехову. Я бы с вами не согласился. Вот вы, как бы, если уж мы, как говорится, делаем ставку на некие, так сказать, некие факты, да, то давайте, как говорится, у нас же что изменилось-то в прокатном удостоверении? Только сценарий? Всего-навсего сюжет. То есть получается, что у нас три документа, в одном из которых сценарист Геласимов, в другом совместный сценарий Геласимова и Терехова, а в третьем сценарист Терехов. И все документы за подписью Минкульта. Получается, что из этих... Они в курсе, как бы, типа, люди в курсе. Ну, получается, что у нас или Минкульт рассеянный, или он в курсе. Одно из двух. Вот такой рассеянный с Энрозой Моисеевной, как говорится. Вот, вырежем это. Соответственно, что получается? Что из этих трех документов какие-то два являются, мягко говоря, недействительными. Все уже украдено до нас. Все уже украдено до нас. Фальшивкой? Да, фальшаком. Но они не фальшак, да, они же за подписью Минкульта. То есть, они все три за подписью должностных лиц, с печатями, вот эти документы в открытом доступе. Поклонская выложила, все. Но получается, что налоги, наверное, придется заплатить, если ты не взял в работу Геласимова. То есть, продолжение шумихи. Ну, конечно, потому что деньги, например, любой скажет, а НДС-то плати, почему? Если бы... Мне вот, например, за Геласимова обидно. Взяли парня, под него получили такой хороший скидон на 100 миллионов, и выкинули его из проекта. Вот вам не обидно за Геласимова? Мне обидно. Не, мне за отчизм обидно. За отчизм? Что допускается в формате Геласимова. Не, ну просто понимаете, я хочу сказать, что продюсеры Матильды Винокур и Достман, они, наверное, умнее, чем Эрнст Максимов. А Винокур это кто? Винокур это вот этот вот, который смешит всех, да, мужик, вот что у него сам. Серьезно, сам Винокур вот в Матильду вложился? Ну, который Натанович, да, такой корпулентный мужчина. Ну, вы про того Винокура, который, собственно, Винокур. Который аншлаг-аншлаг, да. Ну, не аншлаг-аншлаг, а просто который Винокур. Винокур, Левчик, Левчик, Вовчик, вот это, Винокур. Ну, да, да, ничего себе, да, и он тут тоже. А вы думали, он глупый человек? Нет, он глупый, не глупый, просто я думал, что он, ну ладно, не важно, что я думал. Чувствую страшную зависть, мудра. Он тоже в проекте, да? Соответственно, получается, что, во-первых, учитесь. Нетрадиционная финансовая ориентация. Это модно, это стильно, это позволяет красиво уходить от налогов. Первый раз нетрадиционная финансовая ориентация, так сказали про Серебренникова. Ну, просто парень, вот тоже, видишь, со своим этим фестивалем, который там, как-то вот не так он что-то с деньгами поступал. Сказали, что его личная жизнь никого не волнует, а вот финансовая ориентация должна быть традиционная. А вот он вот как бы спорит. А традиционная с точки зрения кого, опять же? С точки зрения государства и законов, я думаю. Сейчас все же привыкли, что я тебе дам, но ты, как говорится, отдай часть обратно, да? Ну, как бы, типа, откати. Нет, вот ты сейчас говоришь совершенно мерзкие вещи, потому что я считаю, что и фонд кино, и министерство культуры долго и бескорыстно поддерживает всех замечательных этих людей, кинематографистов. А ты сейчас пытаешься какую-то грязь навести, это тьфу, это мерзко и гадко. С ограниченной надо изыскивать. Я понимаю, сколько? Пятьдесят. Пятьдесят? Ну, возьмите себя в руки. Нужно узнать, нужно привезти. Италия. Да. Нужно попридержать. Нетрадиционная финансовая ориентация – это путь умных людей. Запомни. И, может быть, тоже снимешь какой-нибудь «Викинг-2», если тебе повезет. Я считаю, что у нас в России вообще нет кинематографа. И говорить о том, чего нет. Как это нет? То есть все эти прекрасные люди работают напрасно? Они же складывают классные финансовые схемы, а не классные финансисты. Какие схемы? Они снимают хорошие фильмы, высокодуховные. Нет, ну, либо высокодуховные, либо хорошие. Это как? Я вот тут не согласуюсь, потому что можно снять высокодуховный фильм. Например, «Тарковские зеркала» – это же высокодуховный фильм и хороший. Нет, мы берем сейчас исторический момент в истории страны, когда люди работали за идею, когда люди боролись за будущее нации. Ну, «Тарковский», понимаешь, у него минус. Он не владел нетрадиционной финансовой ориентацией. Так тогда это было не принято. Мы пошутили, я тоже посмеялся. Мы сейчас приоткрыли завесу того, что на самом деле это все финансовые аферы. Все это схемы мутные и так далее. Но теперь мы должны сказать, на самом деле, кроме того ужаса, то, что они, как говорится, крутят с налогами, они бы ладно бы создавали фильм, который бы принес нашему обществу. Но можем сейчас, кстати, про это сказать? А мы, кажется, об этом про эгоропорта уже и говорим. Это и есть, наверное, счастье! Фишка в том, что чем прекрасен российский кинематограф? Наш производитель… Во-первых, тем, что он есть. Нет, нет, это понятно. Но только мы умеем зарабатывать на процессе создания фильма. Мы умеем зарабатывать до выхода фильма. Да, в процессе создания фильма, я считаю, это гениальнейшее изобретение. Вот весь мир, как глупые слепые котята. Лохи, лохи, да. Лохи, да, что говорить. Сборы им какие-то там нужны. Они, да, они там что-то на аудиторию равняются, там, действительно, там катают фильм по всему миру, чтобы там и заработать уже на прибыли от проката, да? Зачем? Зачем вот этот длинный никому не нужный путь? Если бы вы захотели написать мне письмо, вы могли бы написать «Квентину Тарантино на задворке киноиндустрии». Вы бы послали, и я бы получил, потому что именно там я и был. По российской технологии получили, сколько, миллиард на кино. Да. На 100 миллионов сняли прекрасный фильм, можно снять на 100 миллионов рублей. И вообще, я вас умоляю, 900 пустили куда-то на дело. Конечно. Ну, я считаю, это правильно. Сколково построили. Я считаю, что всех этих людей надо просто с мастер-классом в Голливуд пустить, и чтобы они всех этих вот… Зачем? Чтобы они переняли нашу технологию? Зачем продавать, как говорится, отдавать за так? Пусть покупают. Секреты врагу не отдадим, правильно? Нет, мы продадим секреты врагу. А, то есть мы ноу-хаузы, патентуем. Ну, как мы у них покупаем лицензии, допустим, на какой-то там формат, да, сериалы, там, какую-то шоу-программу. Так пусть они у нас покупают на финансовый классный, правильный подход к созданию синематографа. Мы бы урыли ТФ-1. Тогда весь мир будет, как и мы, россияне, смотреть хорошее, нормальное говно. Что за выражение? Ой, кино. Серебренников может то же самое в театральном деле, как бы, двигать, да. Подводя резюме, что мы сделали? Мы, как могли, защитили российское искусство от нападок устаревших. И от молодых бездарей, которые постоянно туда пытаются пробраться, чтобы снимать какое-то там свое кино. Да. Пусть сидят, как говорится, в своих ПТУ, учат дальше. И снимают короткометражки. Да, на эти деньги родителей. А мужики, ребята, пусть занимаются нетрадиционным кинематографом и создают будущее, которое уже не за горами. Лет 10 еще нас хватит, потом мы все подошли. Короче, учитесь нетрадиционной финансовой ориентацией. Да. Будьте пидорасами финансовых вопросов. Что это мы вырежем. Соответственно, надеюсь, из нашего разговора вы поняли, что нападать на российское кино неправильно. Люди там работают умные и замечательные. И вместо того, чтобы их ругать, надо у них учиться. Всем добра. Всем бобра. Всем бобра. Всем бобра. Субтитры создавал DimaTorzok